Эх, дороги, пыляда туман Если бы только пыль. В основном в нашем городе ямы, ямы, ямы. Увы, годы идут, а дороги в Верхней Салде свой вид не меняют. Эх, дороги, дороги у нас. Лучше дорог нету. Едет не почему. И дороги одно направление. Не знаем, как едет дальше, как жить. Я был в Новосибирск области, вот приехал два дня назад. Городишко похуже Салды, намного хуже, намного народ, ну другой совершенно. И дороги намного лучше. Тем более администрация вот три метра. Ну администрация должна же что-то думать, хотя бы думать. Ну дайте людям лопаты, люди будут закапывать. Ну а что делать-то? Ну жесты-то позоры. Хочу продать эту машину, хочу купить танк. Ничего. Чтоб ездить. Дорог-то нет, один направление. И что делать? Что делать? Воровать надо меньше, тогда дороги будут хорошие. Что же делать? И на этот вопрос есть ответ у салдинских водителей. 13 надо делать нормально, тогда здесь дорога будет. А что же администрация нашего города думает по этому поводу? Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к Олегу Сидорову, генеральному директору муниципального жилищно-коммунального хозяйства. С администрацией города проговорили ситуацию по поводу состояния дорожного полотна. Очень долго все взвешивались за и против, приняли решение кардинальное. Это полностью этот участок автодороги заменить. Знаки на самом деле висят с позавчерашнего дня. Поворот направо, поворот налево запрещен, проезд там запрещен. Но, видимо, уже по накатам, по нытью люди все равно продолжают ехать. И сегодня мы уже установили щиты, которые не позволят проехать машину. Но даже сегодня, вот, приезжая на работы, смотреть, как начались мы уже там работы, если вот кто-то приезжал, проходил, увидел, что мы уже там экскаваторная техника начала работать. Но все равно лезут, продолжают жители сами же. Вот сами же жалосты, что дорога плохая. И все равно по обочинам, по ухабам, под экскаватор, все равно лезут. Остается только подождать и поверить в то, что в этот раз дорогу на Розу-Лексимбург сделают качественно. Розу-Лексимбург Розу-Лексимбург